Привет, друзья! По итогам трёх последних месяцев прошлого года, количество проданных кроссоверов Amoda C5 казалось сопоставимым с годовыми результатами продаж всех прочих моделей китайских брендов вместе взятых. И технически это стало победой компании. Но ребят не остановились и недавно представили обновлённую версию кроссовера C5 на полноприводе. О нём сегодня и поговорим. Итак, внешних отличий в обновлённой версии по сути нет. Узнать, что перед вами полноприводная машина можно только по надписям AVD на крышке багажника. Её клеят вместо шильдика 230T, который указывал на крутящий момент двигателя. Интерьер полноприводной Amoda тоже мало отличается от салона моноприводных машин. Тут те же два дисплея, сенсорная поверхность и небогатая, но очень приличная отделка, которая в топовой версии будет двухцветной, но кое-какие новшества всё-таки есть. Например, тоннель полноприводной версии отделан марким глянцевым пластиком вместо матового серого. Да, получилось ярче и богаче, но только до тех пор, пока глянец не покроется отпечатками пальцев. Зато новые бархатные поддончики в нишах для телефонов куда приятнее прежних резиновых. Причём гаджет в них не скользит и нормально заряжается от индукционного источника питания. Но главное нововведение — это клавиши выбора режимов движения, которые появились под объёмными кнопками обогрева сидений. Нажимая стрелки, можно последовательно перечёлкивать программы бортовой электроники, как внедорожные, так и асфальтовые. Все они собраны в одном карусельном меню. Всего режимов шесть. Правда, их переключение никак не меняет стиль приборов. Понять, какой именно режим сейчас выбран, можно лишь по скромной надписи по цифровым тахометрам. Главные метаморфозы полноприводной версии — технические. Сама полноприводная трансмиссия тут без инженерных изысков, с привычной электронной управляемой муфтой BorgWarner на задней оси. Но для её интеграции пришлось сменить полузависимую подвеску на сложную многорычажку. Ещё у полноприводной ОМОДы другой силовой агрегат. Если переднеприводные машины оснащаются полуторалитровым турбомотором мощностью 147 лошадей в паре с вариатором, то полноприводным достался надувный двигатель на 1.6. Тут уже 150 лошадей и 275 ньютон-метров крутящего момента. Стоило ли затевать смену двигателя ради прибавки в 3 лошади? Ну, во-первых, полнопривод невозможен с вариатором в случае с C5. А во-вторых, в случае с ОМОДой, новая комбинация делает кроссовер заметно шустрее. И это даже плюс. По цифрам, полноприводный C5 заметно быстрее переднеприводного. 8.6 секунды до сотни против 9.9. И на ходу это чувствуется. Тут и приятные быстрые отклики на акселератор, и шустрый, без провалов набор скорости. И, конечно, уверенные, хоть и не очень стремительные ускорения на трассовых скоростях. Да, конечно, на какую-то суперпроходимость рассчитывать не стоит. Даже заявленные клиренсу полноприводной версии меньше, чем у моноприводной. 180 мм против 190. Однако формы бамперов удачные. А снизу они прикрыты черным пластиком, так что бордюров точно можете не бояться. Если переднеприводные варианты продаются в трех комплектациях, Joy, Lifestyle и Ultimate, то полноприводные всего в двух, Active и Supreme. И, по сути, эти две комплектации по наполнению соответствуют старшим версиям переднеприводной ОМОДы. Но небольшие отличия все-таки есть. Начальная версия Active, там и светодиодные фары, и атмосферная подсветка, система кругового обзора, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, электроприводы и много чего еще. Да, даже в самой начальной комплектации вы получаете и двухзонный климат-контроль, и беспроводную зарядку, и все, что я только что перечислил. При этом Active богаче аналогичный для переднего привода комплектации Lifestyle, так как у нее есть датчик дождя, электрохромное зеркало и набор радарных систем помощника, включая активный круиз-контроль и функцию удержания полосы. Поэтому доплата в 310 тысяч рублей не кажется чрезмерной, ведь она добавляет не только два дополнительных ведущих колеса. А топовые для передних и полноприводных машин версии Ultimate и Supreme, соответственно, по оснащению совпадают. Там уже добавится полный набор электронных систем, панорамный люк в крыше, электроприводы пассажирского кресла, лампочки подсветки макияжных зеркал, а также не очень полезная система голосового управления. Но доплата в этом случае почему-то не меньше, а даже больше. И если по стоимости с учетом всех выгод Ultimate обойдется в 2 миллиона 449 тысяч 900 рублей, то Supreme будет немного дороже, 2 миллиона 689 900. Казалось бы, полноприводный китайский кроссовер почти за 3 миллиона. Это сегодня норма. Но лично вы готовы доплатить 10% цены за полный привод и эффектный дизайн? Таких людей все больше и больше. Пишите ваше мнение в комментариях, давайте порассуждаем вместе. Ну а на сегодня все. Ставьте лайк, если понравилось это новостное видео и, конечно, подписывайтесь на канал. До скорых встреч.